Эволюция в процессе пробует разные пути развития. В результате очень редко, возможно раз в сотню или тысячу лет, на свет появляются самые редкие животные, в которых, если не увидеть своими глазами, реально тяжело поверить. С вами, как всегда, канал ТОП ФАКЦИ, и в сегодняшнем новом выпуске мы покажем вам 15 самых странных и редких животных, в существовании которых вы никогда и ни за что не поверите. Перед началом, как всегда, напомню, что вы прямо сейчас можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать наши новые топовые выпуски. Это ваша любимая рубрика ТОП ФАКЦ БЛЭК, приятного всем просмотра. Номер 15. Двухногая собака Вера. Невероятно, но эта двухногая собака умеет ходить вертикально. Ее зовут Вера, она сразу родилась без передних лап и научилась ходить. Сейчас она может гулять по школам, аллеям, госпиталям и другим публичным местам. Она вдохновляет людей оставшихся бесконечности и помогает им преодолевать трудные жизненные ситуации. Никто и понятия не имеет, что это за существо, но оно было снято на камеру в Южной Америке. Никакие эксперты еще не придумали для него название. Как бы вы назвали это мерзкое существо? Или может это вообще фотошоп или пластиковая фигурка? Пишите ваше мнение в комментариях, будет очень интересно об этом почитать. В Челябинске семья фермеров растит во дворе пернатая чудо-юда с тремя ногами. Хозяева рассказали журналистам, как он у них появился. Вера, хозяйка утенка, купила на птичьем рынке выводок из 20 утят. К себе домой она пронесла всех в одной коробке. Странность у одного утенка она заметила лишь через пару дней. Удивилась, но лишать жизни уродца она не стала. Решила за ним немножко понаблюдать. Откуда могла взяться такая особенность у птицы, журналисты решили выяснить сами. Аномалия могла появиться из-за родственного скрещивания. Но нужно исследовать его генетику. Возможно, есть еще какие-то нарушения, поскольку такая аномалия хорошо не изучена даже у человека. Эти создания являются невероятно редкими. Как-никак портал в ад открывается не каждый день. Однако именно змеи среди всех остальных животных наиболее склонны к таким мутациям. На протяжении всего времени люди часто встречали двухголовых змей. Даже упоминали в фольклоре, чего только стоит гидра, которую одолел Геракл и всем знакомый змей Горыныч. Скорее всего, именно такие находки легли в основу первых мифов о них. Еще в 2007 году корейцам удалось клонировать трех кошек с геном, который вырабатывает белок, который светится при направлении на него ультрафиолета. Этот ген внедрялся в ДНК животных для того, чтобы получить подсветку тканей и наблюдать за работой других клеток. Клонированная кошка с измененными генами открыла в мире генетики новые методы лечения наследственных заболеваний. Все дело в том, что кошки по количеству генетических отклонений схожи с человеком. Козленок-осминог На хорватской ферме родилось уникальное животное – козленок-осминог с мужскими и женскими половыми органами. Хозяин называет его чудом природы и с удовольствием показывает журналистам. Недавно на одной из хорватских ферм окатилась коза. И это событие вряд ли бы привлекло внимание, если бы не появившийся на свет козленок Гермов родит с восемью ногами. Владелец фермы говорил «Я начал считать ноги козленка, потом сбился и начал заново. Я никак не мог понять, в чем дело, и подумал, что у меня проблемы со зрением, и все просто двоится. Тогда я позвонил соседу с просьбой пересчитать это все дело, и оказалось, что я реально не сумасшедший». Змея с ногами Каких только чудес не бывает на нашей планете. Знаете ли вы о существовании змей с передними и задними лапами? Они живут совсем рядом с нами. Данное существо называется «желтобрюхий трехпалый сцинк». И этот зверь является ящерицей, причем весьма необычной и интересной. Помимо отличительного внешнего вида, который представляет из себя утолщенное тельце с четырьмя маленькими лапками, они способны поразить своими особенностями. А как вам такая змейка? Нравится? Номер 8. Козленок-циклоп В небольшую индийскую деревню стекаются люди, желающие посмотреть на местное чудо. В небольшой индийской деревне родился тоже козленок-циклоп, который поставил многих людей в тупик. Это редчайший порог развития, но в данном случае необычным является то, что малыш не погиб в первые дни жизни, как-то случается при подобном отклонении. И снова большинство из людей поклоняются этому мутанту, считая его священным животным. А владелец этого козленка стал необычайно знаменитым, так как его домашнее животное посещает более 10 человек каждые сутки. При рождении жираф Жимина не показала никаких признаков уродства шеи. Ее, как и всех, перевезли в зоопарк, когда ей исполнился ровно год. Она не проявляла никаких признаков уродства до трех лет, когда ее позвоночник начал немного выступать из шеи. В конечном счете он выступил настолько резко, что этого уже было невозможно не заметить. До Жимины подобный случай был зарегистрирован в 1902 году. Ученые так и не смогли найти этому никакого объяснения. Несмотря на свое уродство, Жимина прожила долгую и прекрасную жизнь. Она примерно на 6 лет пережила среднестатистического жирафа. Однажды на свет появилась маленькая полосатая кошка и за короткое время ей удалось покорить сердца многих людей. В чем же дело? Это крошечное чудо поразило весь мир своими необычными внешними данными. Бетти Би – это двухголовый котенок с двумя носами, двумя ртами и тремя глазами. Кошечка родилась у двух нормальных кота и кошки, поэтому никто не ожидал появления непохожего на своих родителей малыша. Котенку ее две головы мешали кушать, специалист сделала все, что было в ее силах. Она на протяжении двух недель боролась за жизнь малышки, но порой человек не властен над судьбой. Номер 5. Розовый кузнечик И да, это реальность, а не фотошоп. Эта аномалия встречается крайне-крайне редко. Однако фотографу удалось встретить кузнечика такой веселенькой расцветки уже дважды. Этого яркого красавца нашли в камышах у небольшого озера. Расцветка не оставляла ему особых шансов оставаться незамеченным. Обычные кузнечики зеленого или коричневого цвета легко сливаются с окружающей средой, что помогает им легко прятаться от хищников. У розовых же кузнечиков такого преимущества, к сожалению, нету, так что до взрослого состояния эти живо... Ой, насекомые доживают не так-то часто. Номер 3. Белый аллигатор Возможно, вы слышали о белых тиграх, но белые аллигаторы... Да, они существуют, вот только их почти невозможно найти в природе, потому что они будут уязвимы для хищников и солнечного света. Так вот, одного такого красавца поймали на болотах Луизианы. Феномен белого цвета заключается в специальном рецессивном гене. Вероятность появления такого животного на свет составляет 1 к 500 тысячам. В мире насчитывается всего лишь 50 альбиносов, большая часть из которых выращена на специальной ферме. Зрение у них очень слабое, а кожа выгорает на солнце, поэтому такие фермы находятся только в темных помещениях. Номер 2. Двухголовый поросенок Особое внимание двуглавым свиньям начали уделять в Китае, когда там проводились празднования в честь наступления года свиньи. И как бы символично это не было, но в то же самое время появилась на свет двухголовая свинья. С тех пор Китай стал лидером показанию внимания этим странным животным. В 2013 году на свет появилось сразу два двухголовых поросенка. Оба из них, как ни странно, родились в Китае. У кого-нибудь есть догадки, почему именно там это происходит? Номер 1. Мускулистая собака Венди Большая Венди – это довольно известная личность. Ученые сравнивают ее форму с мышцами известных бодибилдеров. И знаете, неудивительно, вы только посмотрите на эту мисс ЗОЖ. Складывается такое впечатление, что хозяйка целыми днями тренирует свою машину, арендуя целый спорткомплекс. Венди породы уиппет. Для тех, кто впервые слышит, поясним. Уиппеты являются охотниками средних размеров. Они созданы для бега, поэтому имеют аэродинамические свойства. Тушка итальянской борзой отличается особой стремительной грацией и общей гармонией в точеном силуэте. Ну, короче, как вы поняли, совсем не наша собака из топа. Какое из этих животных вас удивило или шокировало больше всего? Пишите об этом обо всем в комментариях, а также подписывайтесь на канал. Не забудьте врубить колокольчик, чтобы больше никогда не пропускать все наши новые ядерные выпуски. Всем еще раз огромнейшее спасибо за просмотр и посмотрите наши предыдущие топовые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok